Это Владимир Ильичев, это Сергей Фасад, Володя. Вы как будете? Вы из интернета или как? Как это вы теперь? Почему вы здесь работаете? Здравствуйте. Очень здорово, что мы с вами встретились. Таким приятным поводом, потому что я знаю, а со стороны я вижу только сейчас, только здесь нет оборотов. Можно, да, русский. Я тут передал Сергею Фасад. Из газеты. Из газеты. Я работаю в газете, но в том, что я представляю здесь, не имеет никакого отношения к моей работе. Скорее, ее противоположность. Сейчас он будет. Сейчас. Кто? Это ДЦР. Это совсем индивидуальный проект, и вот я вот один, на самом деле, наоборот. Я понял, что самое сложное, это отвечать на самые простые вопросы. И когда я меня спрашиваю, что ты делаешь, что-то значит в аудиополе, я теряюсь, хлопаю глазами, размахиваю руками, что-то такое, что-то, в чем я живу, и мне трудно возить слова. Ну, я придумал такую аналогию для людей, для того, чтобы выяснить. Все из нас имеют фотоаппараты. Фотоаппаратов нет сейчас, по-моему, Николков, по-моему. Мои кошки имеют фотоаппараты, все фотографируют, и все это снимают. И я тоже, для кого-то в этот момент делал эти снимки, я привозил их в отпуск, из-за гергородов. И они оседали, 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 и я не могу больше не обращаться. Потому что некоторые из нас, по крайней мере, из-за того же самое. И тогда я понял, что у меня есть диктапон, который является частью моей работы. И я могу записывать звуки. Я попробовал, записал. И когда я послушал эти звуки дома, эмоции были в десять тысяч раз ярче. То, что на полном у меня было гораздо более образное, я подумал, как здорово надо с кем-то этим поделиться. И я сделал свой блог, который до сих пор существует как блог. Простой блог, который в прессе. Но с октября 2008 года я принял себе еще одно развлечение. Я поделил весь наш город на... на двенадцать сральных. И получилась карта города. Это наш город Серклев-Пасад, который поделен не только на районы, но и на месяцы. Я придумал карту, которая будет поделить наш город на двенадцать территорий в двенадцать месяцев года. И каждый месяц я прохожу в тот или иной район с местным жителем, которые мне рассказывают о том, какие звуки здесь существуют, какие звуки были когда-то. И в этом есть очень важный для меня момент, потому что мы, кажется, наберегаем звуком очень часто. Звук у нас сегодня используется как охраняющий ремонт, как сигнализация, как указывающий ремонт, как трансмитровый ремонт. Или как шум. Увечный шум машинного ремонта. Вынимается как часть нашего бутылного наследия. Мне кажется, это очень важно понимать, что через пятнадцать лет наши звуки будут совсем другими. И это то, что мы слышим сейчас, это то, что мы можем запомнить и еще лучше записать и как-то, может быть, вот так вот, может быть, по-другому классифицировать. И оставить для тех людей, которые будут интересоваться, как выглядела. Вот сегодня шел к интернету, и там же много людей, которые выгуляли, и они стояли сверху. И вот этот звук зажигал вот это колесико, которое чиркает. И я подумал, что пройдет еще лет пятнадцать-двадцать, и зажигалки станут другими. И потом колесико, и вот какие-то штипы, которые используются на подключение огня. И курильщика вообще не станет. И если мы сейчас, условно говоря, этот звук у меня сахади, то через, условно говоря, 30 лет его уже не будет. И никто не вспомнит, и никому не будет туда этого делать. Никто никогда его не узнает. Вот вчера мы были, даже позавчера, когда мы родились, впервые у меня оказался священник в качестве гостей. И когда не было, конечно, странно, потому что церковь, по сути, ситуация была где-то. Церковь особенно важна. Меня удивило вот что. Эта церковь совмещена с культурным центром. И в этом культурном центре играют разные музыки, играют джазы. Я спросил вам отца, отец Виктор, как же так джаз и церковь, так же над ним сочетаются. И для меня это было большим управлением, когда он сказал, что джаз это православная миссия. Очень здорово, что оно принимает такие формы, это... Ой, сколько я ещё не знаю. Ещё я, например, очень... Даже для себя в каком-то познавательном плане знал, например, Я нашёл человека в поисках интересных спрессильников по городу, который мне рассказал о том, что он на слух будет отличить тип вагона, манку вагона, количество вагонов, что характерно в моём домике сделано из шпалок. Это, ну, понимаете, деревяшечка, на которой ты на трейс. Это квартал железнодорожников, и поэтому победительный. И мы с ним ходили, и он, наверное, пройдёт по любимой лекции в возле отличных повествов. Как отличаются товарные, от электричек, пустая электричка, от полной электрички. Когда мы ходили по кругу на нашу поселку с... И раньше был военный закрытый городок, где попасть обычно было невозможно. И там люди жили такой замутой жизни. И бывшевоенные рассказывали, что свое время местное радио-потоспортное завело время. Они буквально отходили, приходили в квартиру, снимали, смотрели что-то. В этом маленьком поселке в общей зале 78 причин. Это, наверное, бывущая страна. Ну, конечно, это никто на железе не был. Сам принцип меня удивлял. Я хочу сказать несколько слов о том, как это происходит. Я слабо заплатил. Опять визит. Я не хожу с обычным микрофоном, который здесь у всех, наверное, из нас. Я, наверное, услышал пинауральный микрофон. Просто не пугать с пинауральной записью, которая, возможно, люди какие-то называют ощущения. Это вот такие микрофоны, которые, по сути, являются ручным конденсатором микрофона. Большая ветрозащита. Они вешаются на уши. Это делается вот так. Вот. Второй вопрос вопрос. В чем вылез этой техники? Ну, представьте. Сейчас я пойду куда-нибудь. Сюда допустим. Похлопнула на душе. Теперь перейду сюда. Похлопнула здесь. Даже если у вас были закрытые глаза, вы поняли, что это пришло из точки А в точку Б. Как это достигается двумя ушами, я пытаюсь объяснить. Звонок для вас здесь. Ваше левое ухо приходило чуть-чуть раньше, чем правой. Мозг чувствовал эту разницу. Анализирует и двое. И этот источник находится на уровне 45 градусов. Потом я переходил сюда. Разница между ассоциативно-каналами нанималась. Мозг чувствует. Просчитывал. И воссоздавал вот такую вот объемную картина. Когда мы записываем звук там, куда он должен приходить, и слушаем это в научниках, мы создаем ту разницу между левым и правым каналом, и фактически переносимся в то место, где была произведена запись. Особенно интересно бывает, когда ты слушаешь запись научников, и действительно понимаешь глаза наверх, где звучат «псица», «псица». Очень многое зависит от формы. Это все хорошо, с банем, и я хотел записать в песни десантников их крики вот этого железа движения. Но вот десантники попались какие-то очень мирные. Они как-то вольяжно пили пиво, и ничего им никаких звуков не производили. Провоцированные. И потом пошел на берегу озера, где все проходило, перешел его и просто присылал. В таком-то полном непонимании, что происходит. И меня очень повело, потому что рядом проходила женщина-собачка. И она начала купать эту собачку. И собачка Плава. Это все. Это было очень красиво. И распознателец побежал… Те, кто бегает. Вот, вот, вот. Это был фигранный спереди меня. Собачка сзади тоже многоого рода дыхание. Я не знаю, сможем ли это найти. Просто не знаю, насколько тут быстрый интернет. Леш, подгрузится? Как? Я не использую на интересном сайте. Пока ищет Володя, я хочу подразумевать экспертов. Значит, карта звуков фунц Роу Сергеев Посад. Гениальная задумка, которой хочется подражать. Гениальное исполнение, внятная рубрикация. Хорошая помощь карты. Слушать интересно. А, единственный нюанс. Хотел об устроенности в соцсети. Чтобы можно было дальше эту диву с ссылками рассылать. То есть, в соцсети… Я же… Это же… Я думаю… Нет, это эксперты бывают. Я с таким трудом завелся в ветви. Я очень долго сопротивлялся. Если кто-то теперь говорит, что… Я не верю в это. Где… Ухажаю, это я просто эксперт. Да, 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 да. Давайте послушаем. Давай. Это зависимость еще. Это замечательный бой будет педагоги наши. Очень много на ферме, когда люди, которые… У них начинают петь, и эти песни звучат очень трогательно. И это тоже, ведь этот жанр, пение учителей на выпускных в учерах, он тоже, мне кажется, учительный. Давайте я расскажу, что я не записываю. Скажем, что я в категории записываю. С большим опасением записываю церковь. Потому что это… Все понятно, это очень лично, очень легко, особенно церковь. Я не очень понимаю, что это происходит. Не буду записывать категории двух людей, которые не предназначены для бабушки. Будут записывать. Но если… Мой любимый бабушка в нашем дворе, где я работаю, очень часто выходит, и начинает что-то на весь двор между собой общаться, и там такой пятиугольный тон, и это все резолюбирует, там великолепно, и я не могу постоянно записать эти бабушки. Не буду записывать, например, на телефонные разговоры. И я запишу первую часть, и… Увидимся. Не буду записывать концерты, особенно которые… Очень принято вас пишут, что нельзя фотографировать на концертах, нельзя что-то подбегать по залу. Сердеческий дарик свободный. Но я пока не пишу, как только в страну встречу приносить так далее. Я скорее запишу то, что происходит перед концертом, и это будет для интересного. Да, приезжал… Медленно. 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 Давайте вы, может быть, послушали, да? А что-нибудь, да? Что-нибудь, если вы увидите. Когда в эти старые времена, когда 70-е годы, местное радио сделало рейд в городку, то обнаружило 78 ключей квартир под ковриками у входа. А радио все сообщили, что здесь... Можно, товарищи, вы что? Меня зовут Ариан Александр Владимирович. Я здесь живу достаточно давно. Сейчас вспомню, когда я здесь посиделся. Я здесь в 78-м году. Я не знаю, кто это. Ну, кто-то встал. Сначала я подумал, что вы живете с одежды. У меня нет ассоциаций на плохом настроении. Это первый опыт, когда я использую очень справляющую человека, а я не противно. Пускай будет такой. Я считаю, что разнообразие хорошо. Володь, у нас есть опять только 3 минуты на самом деле. Ну, может, какой-нибудь звук еще мы послушаем. Скажем так, радио тебя не здесь, но без того, чтобы сейчас на себя есть. Я вам продемонстрирую сам, который очень понравился людям. Мало знакомых с нашим действительностью. Это печки. Печки, которые мы ищем. У нас есть шум. Я считаю, что не знаю. Вот это все. Это печки уже кожей нет. Это человек весьма вопрос. Что, это? Это соревнования по стрельбе зимой, зимний биатлон, где люди болеют за своих любимых участников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Аплодисменты